Ломать Warcraft бывает очень весело. В истории игры были десятки случаев, когда разработчики ломали классы, делали какие-то бафы слишком сильными, или давали игрокам гипер несбалансированные предметы, что приводило к тому, что какие-то охотники могли играть на высоких рейтингах нажимая только на одну кнопку, а игроки низких уровней ваншотить топовых одетых игроков максимальных левелов. В общем, в этом ролике я хочу рассказать о сломанных классах и предметах в World of Warcraft. Вот игроки порой шутят, что тот или иной класс однокнопочный. Иногда это частично соответствует действительности, иногда просто саркастическое преувеличение. Шутки шутками, ну а случаи, когда классы буквально становились однокнопочными убийцами всего живого, действительно были. И давайте перенесемся в дополнение Пандария. У охотников есть способность – звериный натиск. Эта способность при использовании призывает всех питомцев охотника на несколько секунд и ведет их в атаку против какого-то противника. Проблема этой способности была в том, что она во времена Пандарий была слишком сильной и слишком несбалансированной. Насколько сильной? Настолько, что охотники в самом прямом смысле слова стали однокнопочными. Им, для того, чтобы расправляться с противниками в ПВП, достаточно было использовать звериный натиск. И ничего более. Почему вообще все это произошло? Если верить упоминаниям, ошибка способности была примерно в следующем. Когда призывалась стая питомцев-игрока, питомцы действовали разразненно. Каждый мог использовать способности, умения и так далее. На питомцев всегда накладывался скрытый баф, который уменьшал урон призванных питомцев где-то на 75%. Но, что-то пошло не так и конкретно в ПВП, то есть на аренах и полях боя, этот скрытый баф, уменьшающий урон, просто не накладывался. А следовательно, охотник получал сразу несколько питомцев с полным уроном, каждый из которых полноценно использовал свои способности. К чему это привело? Охотники начали писать макросы из парочки способностей, которые бафали игрока и питомца, где ядром являлся звериный натиск. С этим убийственным макросом охотники отправлялись покорять ПВП-контент. Вот, давайте посмотрим на этого охотника. Все, что он делает для победы на арене, просто жмакает на одну кнопку. Звериный натиск сносит противников на ура. А как-то нормально этому противостоять? Просто невозможно. Была у звериного натиска еще одна особенность, которая вытекала из этого бага. У охотников есть духовные звери. Эти звери имеют способность, духовное лечение, которое хилит союзную цель. Так как на питомцев не накладывался скрытый дебаф, уменьшающий их эффективность, и каждый питомец, как было сказано ранее, независимо от других петов, мог использовать свои умения, стая питомцев могла за мгновение выхилить какого-то игрока. Однокнопочная тактика стала настолько успешной, что игроки могли такое проворачивать не только на... небольших рейтингах, а и на вполне себе солидном уровне в 2400. Да, конечно, не всегда все было так гладко, все-таки игроки начали адаптироваться к сломанным охотникам, но при любом раскладе, сама ситуация была абсурдно смешной. И самое смешное было в том, что разработчики не торопились исправлять эту ошибку. Баг со звериным натиском просуществовал несколько месяцев. Ну а потом настало время беспощадных нерфов. Сначала разработчики такие оклемались и сделали так, чтобы дебаф на уменьшение урона применялся на аренах и полях боя. Затем вспомнили, что духовное лечение слишком имбовая способность, когда у игрока появляется возможность использовать ее несколько раз. Поэтому было уменьшено ее лечение на 75% при вызове через звериный натиск. Ну а потом разработчики решили добить заклинание и вовсе запретили поэтому использовать хоть какие-то умения. Все, что они могли делать, использовать автоатаки. В общем, хоть способность существенно занерфили, она вошла в историю игры как то, что сделала охотников на несколько месяцев однокнопочным классом. Что-то похожее по смыслу произошло с магами в конце Гнева Короля Лича в начале катаклизма. У магов есть способность. Чародейская вспышка. Она наносит заряд энергии по противнику. Главная фича способности ее возможность стакаться. Каждое использование давало заряд в чародейской вспышке, что увеличивало урон в последующей чародейской вспышке. На время в одном патче возможность настакивать урон то ли сломалась, то ли разработчики перед дополнениями решили перелопатить механику заклинаний, но не учли последствия. Но это привело к ужасным последствиям. Маги, чтобы убивать игроков пачками, должны были просто тупо спамить чародейскую вспышку. И ничего больше. Урон настакивался так сильно, что способность могла убивать противников за 1-2 удара. На живом примере это выглядит вот так вот. Правда, альтерак не самое удобное место для демонстрации, но лучшее, что я смог найти. Этот маг просто по кд спамит способности, а враги отлетают на раз-два. Этот маг убил так много игроков, что закончил поле боя с 45 убийствами и 0 смертями. Так что маги в какой-то момент тоже могли побыть однокнопочным классом. Возможность истреблять все живое, как элитников, так и игроков, игроки получили в легионе благодаря предмету под названием «Настой душ». Суть этого аксессуара заключалась в следующем. При использовании игрок впадает в эдакую безумную ярость. От него начинают исходить заряды, которые наносят урон по ближайшим целям в течение нескольких секунд. Причем со скоростью 0,25 секунды. На разных классах эффективность этого аксессуара могла сильно отличаться. Лучше всего аксессуар работал у «Рыцарей смерти» и «Воинов». Все из-за способностей, которые дополнительно бафали скорость. В случае «Воинов» это была способность «Боевой крик», который на 15 секунд повышал скорость каста заклинаний. А следовательно влияло на то, сколько зарядов сможет выдать аксессуар. С воинами так вообще все было настолько весело, что они могли за 3 секунды время действия аксессуара выдать несколько десятков миллионов урона. Чего уж было с лихвой достаточно, чтобы убивать литников или уж тем более игроков. Мощность аксессуара для воинов заставляла некоторых писать посты на форумах вроде «Насколько справедливо давать воинам настой душ?». Еще этот аксессуар использовался как своеобразная антиганг-система. Вот этот воин решил пофармить мобов, но на него напал игрок. Воин просто использовал аксессуар, и ганкер уже через полсекунды отправился на кладбище. Короче, потенциал у предмета был невероятно большим. В рейдовом контенте способность, конечно, не ваншотила боссов, но давала воинам и ДК заметный буст на старте. А учитывая, что способность имела сравнительно небольшой кулдаун, игроки могли неплохо повысить свой урон. Оригинальное применение было и на других классах. Если верить упоминаниям с форумов, аксессуар из-за какого-то бага мог использоваться разбудниками для того, чтобы убивать противников прямо в невидимости. И якобы враги могли умирать даже не вдупляя, кто и что их убило. Но тут без видеопруфов, увы. В таком имбовом состоянии аксессуар просуществовал чуть меньше года, пока разработчики не начали его нерфить. Причем нерфить выборочно по классам. Урон от воинов и рыцарей смерти, главных зачинщиков веселья с этим предметом, был заметно уменьшен. А следовательно, прока от предмета стала куда меньше. Совершенно справедливо ожидать, что игроки первых уровней не представляют никакой угрозы маломальски прокачанным игрокам. Ну если конечно они не соберутся в кучу, дабы кого-то отпинать, но это уже редкие исключения. К счастью, для низкоуровневых игроков, некоторые баги давали им возможность не только сравниться с прокачанными игроками, а еще и их превзойти. Пандария во время тестирования имела баг, благодаря которому игроки самых первых уровней могли настакать характеристики до настолько больших значений, что они были способны щелкать высокоуровневых игроков, как какие-то орешки. Вот этот разбойник отправился в одну стартовую зону Пандарии и начал истреблять игроков 85-90 уровней. Игроки пытались ему противостоять, но они просто не были способны его пробить, в отличие от этого разбойника. Разбойник имел настолько большую скорость атаки и урон, что за пару секунд отправлял врагов в иной мир. Ну а этот небольшой пятачок в Пандарии превратился в кладбище из кучи трупов. Баг исправили, да и то, что он произошел во время тестирования не нанесло особого вреда обычным игрокам, но это была лишь одна из многих возможностей сломать игру на низкоуровневых персонажах. Давайте перенесемся в Легион, а вернее в самое его начало. В игре стартовал припатч, в котором демоны начали поочередное вторжение на Азерот. Игроки отбивались от волн демонов, а также получали особую валюту, за которую можно было покупать разные плюшки. Сейчас нас интересует только одна плюшка. Камень Скверны. При использовании камня атаки могут вызывать дополнительный эффект Скверны. Эффект из-за недоработки Близзард давал существенный прирост к урону. Вот кадры, как игрок 39 уровня отправился на низкоуровневое БГ. Примерно за два десятка секунд он почти без помощи своей команды убил половину команды противников и убил бы еще больше, будь бы другие враги поближе к нему. Этот жрец просто ваншотил противников. Так что низкоуровневое ПВП было просто сломано. Отличиться низкоуровневые игроки смогли и в битве за Азерот. В этом дополнении разработчики решили больше внедрять систему скалирования в игру. Если раньше оно касалось только мобов в открытом мире и квестов, то после битвы за Азерот включало в себя и ПВП-аспект. Логика была такая. Разработчики хотели дать возможность условно игроку 40 уровня, плюс-минус на равных, с погрешностью на открытой способности, сражаться с игроками 120 уровня, несмотря на разницу 80 левелов. Естественно, работать система не могла идеально, и скалирование вызвало кучу проблем. Известный любитель сломать механику игры под ником Рекстрой нашел способ со своими приятелями увеличить урон лов-левел игроков в несколько тысяч раз. Как это работало? Нужен был маг, который был готов вспомнить по противникам способностью Шквал. Из-за бешеного скалирования игроку-магу могло показываться, что он наносит пару десятков единиц урона, когда на самом деле наносил несколько тысяч. Но этого все равно было очень мало. Дальше Рекстрой решил набафать мага подопытного Азеритовой силой «Все за мной». Эта обилка повышала основную характеристику игрока на 10 секунд. Далее к этому добавлялся аксессуар Мистер Манчи, который при использовании повышал скорость тоже где-то на 10-15 секунд. Ну и в конце это шлифанули бафом «Военный свиток интеллекта», который повышал интеллект мага на полчаса. Соединяя все это воедино, урон мага повышался по утверждениям Рекстрой примерно на 100 тысяч процентов. Маг под всеми бафами на 10 секунд становился машиной смерти. На 20 уровне маг за 2-3 тычки Шквалом убивал прокаченных, одетых игроков 120 уровня. После окончания бафов маг, конечно, превращался в почти безобидную сущность, но в теории этого времени хватало на убийство нескольких людей. Рекстрой вместе с магом отправились в открытый мир убивать игроков Орды. Часто те не успевали вдуплить, что происходит и как быстро их смогли убить. И хоть со временем все это дело понерфили, к сожалению для разработчиков это был не первый и далеко не последний баг, связанный со скалированием. Порой маленькие, незначительные вещи могут сделать прохождение рейдов куда более веселым и простым занятием. И отличный тому пример абсолютно невзрачный на первый взгляд предмет под названием «Боевой цыпленок гномов». При использовании призывался цыпленок, который полторы минуты помогал игроку в сражении. Он наносил очень небольшой урон, но ценился этот цыпленок не из-за этого урона. С некоторым шансом цыпленок мог дать рейдовой группе баф воинственный вопль, который повышал скорость атаки. Но самое крутое, что баф можно было стагать несколько раз, что давало уже куда более ощутимый эффект. Можно было воспринимать баф как мини-версию героизма шаманов, только на несколько минут. Звучит круто? Безусловно. Только был один нюанс. Никто не знал, как определить вызов этого бафа. Было два стула. Баф мог вызваться, и это давало хороший бонус рейдовой группе, особенно если баф вызывался несколько раз. Либо курица ничего не прокала, и игроки оставались у разбитого корыта. Это был рандом. Но игрокам в 2021 году, во время актуальности классического Burning Crusade, удалось сломать рандом. Впервые за кучу лет игроки нашли триггер, который заставлял курицу гарантированно давать баф на скорость. Что полностью рушило ту неопределенность, которая существовала годами и бесила рейдеров. Ошибка методом научного тыка была обнаружена известным англоязычным контент-мейкером под ником Simoniz Show. Как игроки сломали рандом. Для гарантированного вызова бафа нужно было использовать курицу во время сражения с мобом, при условии, что этот моб уже совершил враждебное действие по отношению к игроку. Либо простыми словами. Игрок идет атаковать рандомного моба, моб встречно атакует игрока. Этого моба кто-то переагривает, к примеру, танк, это неважно. И после этого игрок использует курицу во время сражения и вуаля, прок гарантирован. Да, немного странно, запутанно и так далее, но она работала. И теперь это означало, что любые рейдовые группы получали гарантированный, заметный баф на скорость в рейдах и не только. Исправили эту ошибку с псевдорандомом только через несколько месяцев. Причем, случайно. И я не шучу. Когда открылся черный храм, разработчики выяснили, что у Элидана была ошибка, связанная со сбросом кулдаунов на саппорт способности, вроде бафов. И у этих способностей было некорректное время восстановления. Оказалось, это происходило из-за того, что на классическом Бернинг Русейде, разработчики завтыкали применить одно старое изменение, которое было сделано в оригинальном Бернинг Русейде. Это изменение как раз касалось механики сбрасывания заклинаний у мобов. Это исправила Элидана и, как выяснилось, исправила курицу, которая тоже имела ранее описанную проблему с саппорт способностью. То есть, с бафом на скорость. Правда, хоть разработчики вполне подробно объяснили, с чем была связана проблема, и даже немного рассказали о том, как работают некоторые механики игры, за что им большой плюс, но недовольных исправлением все равно оказалось немало. Ну, одни пенали раздрабов за то, что те исправили ошибку только спустя кучу месяцев, да и то случайно, просто исправив Элидана. А другие говорили, что изменения только добавляют в игру больше неопределенности, и вещь нужно либо удалить, либо сделать прок таким, чтобы он был понятным и гарантированным. Наверное, больше всего в контексте этой драмы отличился ресурс Warcraft Logs. Это, пожалуй, один из популярнейших ресурсов для рейдеров с логами из PvE контента. Используется миллиардом гильдий. Они, видя какая неопределенность появилась после исправления курицы, и то, что нельзя больше предвидеть, получишь ли ты баф и пройдешь босса быстрее или нет, потому что сорян не твой день, решили вообще этот баф запретить на своем ресурсе. Логи с этим бафом были призваны недействительными и не попадали в общий рейтинг. Так что вот так вот одна маленькая курица смогла привести к большой драме. Ну что же, по сути, на этом все. Благодарю вас за просмотр. Удачи!